Всем привет! Меня зовут Валива Линара, и вы на канале про бизнес и необычные профессии. И сегодня у меня в гостях Дарья Лазовская. Цифровой психолог, ментор успешных людей, мастер системных решений, адепт счастливой жизни и просто многодетная мама. Дарья, привет! Привет, Линара! Давай с самого начала. У тебя есть программа наставничества. Да. И я буду задавать вопросы по ней. Поэтому вкратце расскажи, что это такое и для кого это подходит. У меня очень разные клиенты. Их всех объединяет то, что они хотят решить какой-то свой запрос. Среди моих клиентов есть как люди, у которых есть свой бизнес, так и те, кто просто сидит дома с детьми. Есть люди, у которых целый штат сотрудников, и те, кто работают в найме. Но реально ключевое — это то, что эти люди хотят улучшить качество своей жизни через работу с мышлением. Всё понятно. В общем, работа с мышлением. А мне это точно нужно? Ну, понять, нужно тебе это или нет, довольно легко. Если тебя абсолютно устраивает та жизнь, в которой ты живёшь, если всё, что ты пробуешь, приносит тебе стопроцентный результат, если ты каждую минуту жизни наслаждаешься и ты в удовольствии, то тебе не нужно. Если же у тебя есть какие-то моменты, которые хочется решить, а может быть, ты их уже решаешь годами, если хочется повысить качество своей жизни, то приглашаю. Хорошо. А вот часто мысль такая обещает, да я сама справлюсь. Ну, вдруг получится. Я сама справлюсь. Это программа мышления ребёнка возраста 3-6 лет. Поэтому, конечно, все мы справимся. Вопрос в том, какой ценой. Потому что для того, чтобы справиться самостоятельно, мы всё равно тратим время, тратим энергию, набиваем свои шишки. И, конечно, было бы очень здорово, чтобы мы все были такими универсальными и могли сами построить себе дом, сами себя вылечить, сами постричь себе волосы. Но мы неспроста все существуем в рамках одной планеты, в рамках человечества, и вокруг нас другие люди. И вот если кто-то лечит, например, тело, то я скорее занимаюсь душой и разумом. Хорошо, Дарья. Вот звучит прям всё классно. А как это может повлиять на мою жизнь? Ну вот смотри, то, как ты мыслишь, всегда влияет на то, что тебя окружает. И чаще всего мы работаем с внешними какими-то обстоятельствами и не смотрим вовнутрь. И получается, например, такая история. Вот свою личную расскажу. У меня был период, когда я не могла найти няню для малышей. Потому что вовне казалось, что обстоятельства. Мы живём за городом, у меня двойняшки, у меня ограниченный бюджет, кто ко мне поедет. И это было внешним. А внутри у меня при этом были сомнения, что как же так, я оставлю своих деточек, а вдруг я не смогу себе этого позволить. Ну, короче, много-много всяких разных историй внутренних. И эти внутренние истории проецировались вовне. И пока я не поменяла своё внутреннее состояние, пока я не поменяла своё мышление, няня не находилась. Как только я поменяла, у меня нашлась няня, вот сейчас просто, внимание, за 300 рублей для двойняшек. И она была готова приезжать ко мне на час, на два в день. Ты эзотерикой занимаешься? Ну, что такое? Это, по-моему, магия чистой воды 300 рублей, няня. Потом она у меня отвалилась, потому что я тоже начала сомневаться, что как это так, и мне так повезло. Так что всё работает. Вот, и, соответственно, как меняется жизнь? Вот всё, что ты хочешь, всё, что ты можешь себе представить, может быть в твоей жизни. Вопрос просто в том, чтобы подготовить свой мозг, своё мышление к тому, чтобы это иметь. Ну, вот смотрите, мы же все уже умные. Все книжки прочитали, всё испробовали. Психотерапевт там ходили. Неоднократно коучи, там весь спектр души. Я от матрицы души, там, я не знаю, сюцай. Вообще всё знаю, всё пробовала. Как мне это может помочь вообще? Я же уже всё знаю. Если ты всё знаешь, это ещё не значит, что ты что-то делаешь. Это первый момент. А второй момент. Дело даже не в том, что мы делаем. Дело в том, что мы думаем. И это очень сильно важно, потому что мы можем вопросить, например, мужа, дать денег. И в одном случае он тебе с удовольствием даст денег и купит ещё цветочки. А в другом случае он тебе скажет, ты меркантильная женщина, и вообще, почему у тебя только деньги нужны? Хотя говорить ты будешь одно и то же. Дело просто во внутреннем состоянии. И как раз я работаю с тем, чтобы у тебя было правильное внутреннее состояние, чтобы все твои знания, умения и навыки наконец-то принесли плоды. Ну, тут продолжаем работать с возражениями моими. Вот смотри, я же уже была в наставничествах в одном, втором, третьем. У людей, у многих, я знаю, там бывают кредиты за предыдущие наставничества и так далее. И вот это пошло-поехала история. Как понять, что мне точно поможет, и вот мне вот в это стоит идти? Мне вот очень нравится история про то, что я уже была во многих наставничествах, мне не помогло. Это такая провокативная история, что типа, а давай ты и докажешь, что ты лучший наставник, чем мой предыдущий. Я в эту игру не играю, и если ко мне приходит человек и начинает рассказывать, я столько всего прошла, но мне ничего не помогло. Первое, что мы делаем, это мы присваиваем себе вклад от того, что мы уже сделали. То есть прям садимся и прописываем, что благодаря этому обучению, благодаря этому наставничеству, благодаря этому психологу в вашей жизни изменилось. Минимум 20-30 пунктов. Ну и, конечно, стоит понимать, что мы всегда находим в себе наставника-психолога под нашу внутреннюю цель. То есть если внутренняя цель была убедиться, что тебе никто не поможет, что ты сама справишься, и ты как будто бы назло пошла всё-таки доказать, что да, мне никто не поможет, ты гарантированно найдёшь во всём многообразии специалистов именно того, с кем у тебя ничего не получится. Но это не вина и не ответственность наставника. Это целиком и полностью ответственность того, у кого не получилось. Значит, ему почему-то было нужно именно убедиться, что ничего не работает. Вот. Так, всё. Всё стало понятно. Нет, я ещё не хочу. Нет-нет-нет, посиди, я тебя помучу дальше. Мне кажется, всё. Смотри, а давай кейсы тогда. Давай вот прям от начала до конца. Вот пришёл человек, было там 0 рублей, боролся с бомжами у помойки. Пришёл к тебе, стал миллионером. Вот в таком духе были какие-нибудь истории? Вот такого, что прям человек боролся с бомжами, такого не было. Но точно могу сказать, что все мои клиенты, у них у всех есть одна общая черта. Они становятся намного более спокойными, удовлетворёнными и счастливыми. То есть те, у кого были вопросы в отношениях, они налаживают отношения, то есть пропадают реально конфликты с мужем. Становится понятно, что муж — это прям самый идеальный мужчина на свете. Те, у кого претензии к жене, осознают то, что жена — это просто подарок небес. Ну и, конечно, в плане денег. Вот последний кейс у меня был. Девушка, она работает в сетевом, и она учитывала только свои доходы от сетевого. И за прошлый год до моего наставничества у неё было 200 тысяч рублей за год. А тут за два месяца — 300 тысяч. Просто от сетевого. Без каких-то дополнительных историй. Это вот такое... Самое первое вспомнилось. Но вообще в целом у меня обычно девчонки растут, вот кто прям заточен на деньги, х2 за месяц. Звучит тоже как волшебная таблетка. Это не волшебная таблетка, потому что, чтобы этим всем воспользоваться, тебе нужно пройти очень много своих внутренних трансформаций, как минимум зайти в наставничество. Это огромный, тяжёлый шаг, потому что поднимаются все сомнения, все программы мышления, все ограничения, все эти истории, что я сама, а вдруг не получится. И вот только за счёт этой трансформации уже можно намного круче зарабатывать, начать. Но не все готовы её пройти. Это правда. Даша, давай теперь вот прям по инструментам. Вот я приду к тебе, мы с тобой, не знаю, в Zoom два раза в неделю встречаемся, я не знаю, там, по СЮЦАЙ ты мне там раскинешь, я восьмёрка, девятка, тринадцатый номер, не знаю, мой, что-нибудь в этом духе. Вот прям инструменты пощупать. Что мы будем с тобой делать? Знаешь, я обычно не рассказываю, что мы будем делать, потому что у нас у всех есть очень активный мозг, который тебе сейчас что скажет? Если я скажу про СЮЦАЙ, ты скажешь, а я уже делала СЮЦАЙ, мне не помогло. Я делаю, да. Если я скажу, мы с тобой поработаем в системном подходе, ты, ну, доколебёшься до меня, что такое системный подход, пойдёшь, погуглишь, скажешь, нет, я точно знаю, мне это тоже не поможет. То есть по факту, чем больше я тебе даю вводных, тем больше у твоего мозга причин не идти. А если начать закидывать тебя инструментами, то, ну, действительно, это просто повод для человека прикопаться и начать сомневаться. Поэтому я всегда говорю, мы идём за результатом. Какая разница через что? Главное, что ты получишь то, что ты хочешь. Я думаю, что тебя, как пятёрку, это должно вообще вскрывать. Что я говорю. Так, Дарья, приглашай куда-нибудь к себе. Мы уже все заинтригованы, давай. Приглашай к себе. Я приглашаю вас подписаться на мой Телеграм-канал. Там я провожу прямые эфиры, на которые вы можете подключиться, задать свой вопрос, подать о рождении, либо по системному подходу, про мужей, про клиентов, про деньги, про всё то, что вас волнует. И тоже приглашаю вас на мой Ютьюб-канал, где будет много всяких полезных роликов про системный подход. Ребята, все ссылки в описании. Просто бегите к Дарье, и она вас там доведёт до миллиона миллиарда и, в общем, расскажет, какая вы цифра по жизни. Спасибо. Даша, правда, спасибо огромное за такой полезный разговор. Также напомню, что одевает нашу ведущую сейчас питерский бренд «Мегуста», за что вам огромная благодарность, Тамара Гусева. Спасибо за внимание. Даша, пока-пока. Спасибо.